История – это очень интересная сфера. Наверное, потому что, как правило, все покрыто тайной, а все тайное всегда привлекало внимание людей. Это же относится и к истории Церкви, которая является одним из самых важных социокультурных феноменов за всю историю человечества. Добрый день! С вами капля рубрика «История Церкви». Мы хотим пройти вместе с вами по всей истории Церкви Христовой от самого его рождения до наших дней. Мы хотим, чтобы это общение было объективным, без купюр. Христианство появилось в I веке н.э. на Ближнем Востоке, в Палестине, и быстро завоевало весь цивилизованный мир. Своими корнями оно уходит в иудаизм, фактически являясь его логическим продолжением. Уже первые христианские миссионеры, среди которых называют и учеников Христа, апостолов, достигли самых отдаленных стран. В течение первых нескольких веков христианская церковь была гонимой, но это во многом и привлекало в нее новых последователей. В это же время практически сформировался канон и вероучение. В IV веке н.э. христианство из преследуемой и гонимой религии стало фактически государственной религией Римской империи. И с этого времени началось его триумфальное шествие по Европе и другим континентам. История христианства – это отнюдь не история религиозных деятелей, архитектуры, культуры и искусства. Но, как нам кажется, историю христианства следует рассматривать именно в связи с его распространением на новой территории, в контексте завоевания им новых стран и народов. Ведь сам Христос, посылая учеников, сказал им идти до края земли и распространять радостную весть. Сегодня мы говорим об истории христианства, однако следует отметить, что в отличие от всех остальных событий и явлений в истории, христианство изначально имело цель и имеет ее на сегодняшний день. И этой целью является достижение каждого человека и приближение таким образом второго пришествия Христа. Приглашаем вас на цикл программ, посвященных истории Церкви, истории христианства. 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 Продолжение следует...